Автор этой работы Писал он замечательный портрет И я думаю, что семья Зубовых, которая приглашала для портретирования членов своей семьи И Макарова, и Константина Маковского, конечно, выбирали из всех возможных претендентов Поэтому у нас, конечно, очень красивый портрет И одна из интереснейших работ Келли Равильянти Я думаю, что когда мы смотрим на портрет Сергея Платоновича Зубова Конечно, удивляет очень тонкое лицо Те, кто не читает этикетку в художественном музее, принимают его за девочку Но я думаю, что воспитание в прекрасных дворянских семьях Оно давало детям невероятную тонкость Тем более образование в этой замечательной семье Зубовых Владимир Набуков в своей автобиографической книге «Другие берега» дает нам чудесную мысль В смысле раннего развития, набирания мира, русские дети нашего поколения и круга Отдавлены были восприимчивостью поистине гениальной Точно судьба в преддверии катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию Честно пыталась возместить будущую потерю, наделяя их души и тем, что по годам их еще не причиталось Я думаю, что вот такое невероятно тонкое, одухотворенное лицо мальчика Заставляет вспомнить действительно детство его Родился в Москве, но детство прошло в Санкт-Петербурге Один из красивейших домов на Исаакиевской площади – это особняк Зубовых Этот особняк сейчас занимает Российский институт истории и искусств Причем возник он там не после революции, как в общем-то предполагается при первом впечатлении А возник он там в 1912 году И основатель этого института, брат Сергея Платоновича Зубова, Валентин Платонович Который был замечательным искусствоведом И впоследствии он был директором Гатчинского музея Но затем, как и очень многие, вынуждена была эмигрировать Потому что графом Зубовым, который свой род ведут от того самого Платона Зубова, его брата Николая Платон Зубов – прапрадед нашего Сергея Платоновича А его прабабушкой, прямой уже, а не двоюродной, была Наталья Суворова Урожденная дочь нашего знаменитого генералесимуса И я думаю, что вот это вот и графское достоинство, и смена поколений, наделенных невероятной культурой И особое воспитание именно в этой семье, конечно, позволило Сергею Платоновичу оставить замечательные следы в истории и в искусстве Его второй супругой была тоже необыкновенная женщина Она урожденная аргентинка, Росарио Шифнер Зубова де Лареха, вот ее полный титул Она, конечно, под большим впечатлением была от прекрасного русского графа Он был невероятно хорош собой в любом возрасте И все средства вот этого аргентинского, самого богатого рода Шифнеров, она не просто принесла эту семью А и Сергея Платоновича, и Росарио, они средства тратили на приобретение произведений, связанных с русской историей Итак, история семьи Сергея Платоновича Зубова Я думаю, что вот это имя Платона, оно появляется практически в каждом поколении Зубова Платон Зубов, знаменитый предок, князь, он возвышение свое получает благодаря Екатерине Великой Я думаю, что вот смена поколений, смена людей высококультурных, высокоинтеллектуальных Которые чтят русскую историю, и вот историю невероятной, сильной истории России 18 века Времени Екатерины, времени Павла I, они унесли в эмиграцию И вот в Женевском особняке, в Аргентинском особняке семьи Зубовых собираются русские раритеты Советская Россия продавала все, что могла И в частности, в особняках Зубовых, за границей собираются предметы мебели, декора Из Павловского дворца, из Трогановского дворца Собираются и произведения живописи И эти работы не просто собираются Эти работы сейчас можно увидеть и в Женеве, и в Аргентине Дело в том, что у Росарио и Сергея Платоновича родилась дочь Дочь они назвали Татьяной, я думаю, что это имя просто никого не удивляет Но 33 года Татьяна погибает, автокатастрофа И родители безутешные создают фонд памяти Татьяны Зубовой И в этот фонд они отдают Женевский особняк со всем наполнением Для того, чтобы там проводились мероприятия И все это в честь своей дочери А уже в конце жизни и аргентинскую коллекцию они тоже передают Аргентинскому интернациональному музею Поэтому сейчас и в Женеве, и в Аргентине В особняках Зубовых можно увидеть работы Лучших российских художников 18-го, начала 19-го века Это невеликая память о чудесном роде И вообще целой эпохи в истории России Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин